В день независимости на Гомельщине стартовали дни белорусской кухни. Они продолжатся до 12 июля. В это время кафе и рестораны региона предлагают блюда, приготовленные в лучших традициях кулинарной Беларуси. При этом аппетитные не только лакомства, но и цены. Они фиксированы для всех заведений, участвующих в акции. Подробности вкусной темы у Анны Ковалевой. Кафе и ресторанам Гомельщины кормить иностранцев не в новинку. Если не принимать в счет близлежащие страны рейтинг туристов, приезжающих в Беларусь, возглавляют итальянцы. Сюда едут, чтобы узнать о чернобыльском прошлом и возрожденном настоящем региона. Посмотреть, как делают наши комбайны, и, конечно же, попробовать белорусскую культуру на вкус. Казалось бы, чем обычные драники могут удивить таких гурманов, как итальянцы. Но согласитесь, ехать за 2500 километров, чтобы поесть пиццу или гамбургер, неоправданно. В Беларуси нужно есть белорусское. Самое любимое блюдо из всех, которое я уже пробовал в Беларуси, это драники. Они мне нравятся во всех вариациях. Я бы с собой в Италию с удовольствием увез рецепт. При этом я не останавливаюсь только на драниках, а пробую различные блюда, еще не нашел того, которое бы оставило меня равнодушным. По словам самих иностранцев, для них блюдо из главного белорусского овоща – это действительно экзотика. При этом пробовать ее на вкус для зарубежных гостей очень выгодно. На самом деле, по сравнению с Италией, здесь очень низкие цены. Здесь можно вкусно, плотно поесть, и при этом цена будет умеренная. Поэтому нам нравится посещать здесь разные заведения. Паулу в Беларуси не впервые, говорит, во время первой поездки удивили национальные традиции. Они-то и заставили вернуться. На этот раз уже с другом Марко. Ехали, чтобы увидеть, как празднуют День независимости и купалье. Особый пункт в программе – посещение мест, где готовят белорусские блюда. Так вышло, что их поездка совпала с днями белорусской кухни. Они начались в регионе 3 июля и продлятся до 12. В это время посетителям предлагают отдельное меню. Некоторые блюда придуманы несколько столетий назад. Вне белорусской кухни вспоминают не только деревенские кушания, но и деликатесы, которыми лакомились люди княжеского рода. Сложно ли готовить по рецептам, придуманным 4, а то и больше веков назад? Мы решили проверить на себе. Сегодня мы будем с вами готовить блюда, которое готовили много столетий назад. Салат называется «Горда». Это такой первый опыт. Есть у меня, конечно, желание, такая идея, чтобы мы постарались на основе опыта выбрать и выработать какое-то блюдо, которое мы смогли бы распространить как опыт на все наши заведения, фирменное, именно представляющее Гомельскую область. Вообще в некоторых заведениях региона национальные блюда подают круглый год. Эта же акция приобщает кулинарным традициям и другие кафе и рестораны. Для всех, кто присоединился, одинаковое меню и утвержденные цены. Всего в перечне 7 блюд. К примеру, салат «Горда» стоит 3 рубля 30 копеек. Холодник по-гомельски 1 рубль. Печисто с грибной подливкой 4 рубля 90 копеек. Самое же дорогое блюдо «Карп» по-белорусски в топленом масле с овощами обойдется в 7 рублей 30 копеек. Александр Васильевич, расскажите, как все-таки пришла в голову идея провести в Гомельской области такие, скажем так, вкусные дни? Ну, идея не новая. Замечательная команда моих сотрудников предложили приурочить проведение вот такой акции к Дню независимости и дать возможность нашим гомельчанам попробовать различные блюда, которые традиционно у нас готовятся. К слову, в Минске такой кулинарный флешмоб среди кафе и ресторанам начали проводить 4 года назад. В первом участвовало 10 заведений. Сейчас почти все. В нашем регионе к первой акции присоединились 24. В Гомеле, Мозоре, Каленковичах, Светлогорске, Жлобине, Рогачеве и Речице. В каждом отдельном районе предлагают блюда, присущие конкретной местности. Готовят также из местных продуктов. Ежедневно в каждом из заведений по белорусскому меню заказы делают в среднем 30 человек. Юля, а и так у нас готов обед из двух блюд. Скажите, в каком веке белорусы питались именно так? Ну, где-то 3-4 века назад. Ничего сложного нет в блюдах. Все просто и легко готовится. Всем приятного аппетита! К слову, итальянские гости Марку и Паулу во время нашего общения постоянно фотографировали и что-то писали в дневнике. На вопрос, зачем, признались, что Беларусь вдохновила их настолько, что они решили у себя на родине издать фотокнигу, посвященную маленькой стране в центре Европы. Ее традициям, историей и вкусом. За хуй, вильни, смачно! Анна Ковалева, Павел Антонов, телерадио компания «Гумель». Новости недели. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-